Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, с вами ваш друг БИДР! Не так давно я поставил себе цель изучить иммерсивные игры, такие как Аркс Фаталис, Деос Экс, Дизонорд, Доки Доки, Новелла, Дель Нидора... Однако создание видео по данным играм требует определенных усилий и труда, а мне порой просто охота отдохнуть и поиграть во всякие рофильные игрушки. Поэтому сначала я хотел сделать видео по игре Жожа Что-то Там для PS4, но она стоит около 4000, так что можно не надо. Затем я решил сделать видео по Стабс Де Зомби, а он взял и не запустился, как бы я не пытался шаманить, круча-верча свою ху... И в итоге сегодня мой выбор пал на такую игру как Оверлорд, ибо это еще одногодная игра из моего детства, которую я хотел бы заново пройти и заодно вам показать. Игра вышла в 2007 году из-под пират Риумф Студио, с которой до этого занимались серией стратегических фэнтезийных игр Age of Wonders. И на самом деле разработка Оверлорда была для них тем еще развлечением и свежим глотком воздуха, ведь эта игра самая настоящая сатира на весь жанр фэнтези. Хотя, по моему личному мнению, многие моменты в игре намного ближе не к жанру фэнтези, а к нашей с вами реальности. Включаем игру и видим заставку, где какие-то черти бегают туда-сюда. Создаю себе профиль и... Ох, эта музыка... Навевает легкие ностальгические воспоминания, когда я играл в эту игру на своем старом Xbox 360. А спустя месяц приставка сгорела во время игры в Dragon Age. Сама игра начинается с того, что пиздюки достают некого темного повелителя из Хабаровска, где он лежал долгое время в литургическом бодуне. Они умывают его, одевают в приличные шмотки и Гнарл, начальник этих чертей, зовет повелителя за собой, чтобы показать, что почем хоккей с мячом. Я Гнарл, старшие свиты и преданной слуга тьмы. Кстати, этот темный ботяня является местным злодеем и повелителем вот этих чертей. Всего этих чертей четыре вида, но нам пока что доступны стандартные бурые работяги. Пиздюк-старший учит нас, как призывать работяг из специальных дыр в земле, а затем ведет размять мышцы путем опиздюливания местного шута. Как мы можем заметить, ботяня особо не против и дает к юродивому сынке старых добрых поебалу. Давай, принцесса, ковыряешь как дохлый барсук, а воняешь еще хуже. Затем нас учат, как правильно управлять работягами, управляем мы ими с помощью мышки. Если нажимать на левую кнопку мыши, то работяги бегут строго вперед, снося все на своем пути. А если зажимать левую и правую кнопку мыши, то мы можем управлять ими вручную. А вообще очень приятно наблюдать, как твои прихвостни раздают люлин, пока ты сидишь и потягиваешь. Ты его невзкая. Напоследок мы все вместе показываем аутисту, что такое старое доброе ультранасилие и идем дальше. Старший ведет нас в темную башню. И тут мы понимаем, что пока батя отходил от алкогольной комы, некие ебаклаки медвежатнули нашу хату и оставили нас голой жопой. Гнарл объясняет, что это дело рук неких героев, которые ушатали предыдущего повелителя и разрушили башню. Теперь, как бы это ни было очевидно, но мы занимаем место предыдущего повелителя и нам надо вернуть все, что нас украли и заодно отомстить этим уродам. В первую очередь нам надо вернуть сердце башни. Пользуемся вот этим бассейном и перемещаемся во внешний мир. Внешний мир встречает нас красками и солнышком, а еще овечками, которых наши пацаны с радостью убивают. Они умеют только жевать траву, пока их кто-нибудь не убьет. Вы не поверите, но то же самое говорил Палпатин про джедаев. Мое уважение таким тонким культурным отсылкам. Убийство овечек, да и любой живности вообще, дает нам вот такие цветные шарики, взамен которых мы можем призывать наших прихвостней. Количество прихвостней, которых мы можем призывать за раз, ограничено, но не волнуйтесь, в дальнейшем мы увеличим это число в разы. Отправляем прихвостней ломать всякую фигню, из которой выпадает полезный лут. Готовьтесь, нам придется делать это очень и очень часто. Потом мы находим на этой локации бедного фермера, который жалуется на тык. О-о-о! Они сюда еще и засунули отсылку на современных конспирологов. Боже мой, игра, ты не перестаешь меня удивлять. Натравливаем наших работяг на тыквы и впервые встречаем полурослика, которого с радостью угандошиваем. А потом угандошиваем и фермера. Вообще в этой игре вы можете убивать абсолютно всех и вся. В этом главная прелесть игры, ведь кому не хочется побыть социопатом, который сажает на кукан всех подряд. Однако в данной игре вы также можете быть и добропорядочным героем, что тоже вносит во все это определенные ржеки. Убиваем еще полуросликов и замечаем, что после смерти из них выходит черный душман. Видите тучки, что поднимаются над мертвыми полуросликами? Это энергия зла, что живет в каждом злом существе. Со временем вы многое узнаете о ней. Наконец-то мы находимся, детек, в сердце башни, и приказываем работягам отнести его домой. Первый шаг для восстановления нашей империи сделан. За это мы получаем награду кусок колонны, который увеличил число контролируемых нами работяг, а также артефакт, который позволит кастовать фаерболы. Гнарл подмечает, что таких артефактов, разбросанных по всему миру, вагон и целая тележка, и нам желательно их найти. Ведь они могут увеличить наши жизни, ману, число работяг, а также возможность кастовать разные заклинания. Эх, вот бы в реальной жизни найти колонну по увеличению членов. Теперь, когда сердце на месте, нам надо починить башню, а для этого желательно найти строительный кран и принести его сюда. Возвращаемся на цветущие луга и доходим до села Кутеж, где знакомимся с местным колоритом. Полурослики идут к бою! Стойте! Это не полурослики! Посмотрите на того бугая в шлеме! Может, это два полурослика в одних доспехах? Хм! Да, спорю, так и есть! Я бы не стал доверять этим мелким пронырам. Короче, эти холопы не верят, что мы пришли к ним с самыми добрыми намерениями и просят спасти их друганов из лагеря рабов. Да без проблем! На пути к лагерю находим поле, где заныкались полупидоры. Сжигаем их к нашим фаерболам, потом еще раз сжигаем, стукаем и видим катсцену, где Гнарл объясняет нам, что мы можем спокойно убивать невинных, ведь это будет делать нас злее и сильнее. Однако, если оставить ансабов живых, то можно поиметь с них некоторую выгоду. Недолго думая, я стукаю людей, но это еще не означает, что я злой, окей? Просто надо же ребятам с ютуба контент поставлять, верно? You're a monster! Находим вход в лагерь рабов, где держат жители деревни. Тут мы убиваем полуросликов, иногда крестьян, а иногда пердящих троллей. В конце концов мы справляемся с нашей задачей, находим кран и возвращаемся в деревню Кутеж. Около трактира нас встречает мэр Гуталин по имени Арчи, который весьма рад нашему приходу. Он жалуется на то, что полурослики уже всех заебали, да еще и украли всю еду. Если мы вернем еду назад, то нам дадут денюжку. Хм, выгодная сделка, подумал я и поубивал половину деревни, а заодно и грабанул их хаты. Конечно, вы можете сказать, а можно не надо их убивать. На что я вам скажу, что в целом буду отыгрывать достаточно доброго повелителя, но не в селе Кутеж. Просто мне так нравится бить эту тупую деревенщину. Да и к тому же, если не я, то они понаприедут в ваши города и будут вам на кроссовке наступать в метро или громко по телефону разговаривать в кинотеатре или эш кукарекать при разговоре с вами. Вы, конечно, извините, но слишком многое стоит на кону, ведь если не я, то кто? Тем не менее, бегая по Кутежу, мы узнаем о многих интересных вещах. Узнаем о плавильне, которая находится тут неподалеку, о чуме, о какой-то бабище, которая сидит в замке Кутеж. Это, конечно, все очень интересно, но наша главная задача на данный момент это припасы деревни. Я, знаете ли, умею расставлять приоритеты. Идем в сторону жилищ полуросликов и замечаем, что там у них туса происходят. Правда, мы пока что туда попасть не можем. Зато имеем возможность пройти непосредственно жилище мелких дегенератов. Дизайн их ад является лютой отсылкой и пародией на дома хоббитов. Да и местные полурослики это те же хоббиты, только злее и уебищнее. Я вам гарантирую, если бы Фродо Бэггинсу присунули пальчик-колечко, то он выглядел бы точно так же. Отпиздив всех местных жильцов и неплохо наварившись на грабеже их имущества, мы так и находим припасы. Тут же приходят жители и просят отдать им эту еду, ведь иначе они могут голодать и возьму. Я их убил и оставил еду себе, потому что я могу. Выходим из этих ад и направляемся на вечеринку полуросликов, где наконец-то встречаем первого из героев хоббита Мелвина. Этот фитоняш является первым полноценным боссом в данной игре, а также сатирой на обжорство хоббитов в творчестве Толкиена. Убиваем всех на празднике жизни и бежим на кухне полуросликов. Тут мы, кстати, впервые встречаем огненных работяг, которых полугомики заставили топить кухонные печи. Но о них чуть позже, так как сейчас наша главная задача поймать и постукать Мелвина. Находим его сладкую попу и начинаем бой. Мелвин теперь не маленький. Он, конечно, пытается дать нам отпор, прыгая на животик, кушая нямки и катаясь, как тот жаробас из Наруто, но работяги достаточно быстро ломают ему ебало. А нам достается честь нанести финальный удар по его бренному телу. Тук? Господин, это концентрированное зло. Оно накапливается в тех, кто при жизни был особенно зол. Ты еще не видел, что из российских блогеров уходит? Там эта хуйня валит, как из паровоза. Теперь, когда главный полурослик убит, мы можем спокойно освободить наших огненных ребят. Тут нам начинают объяснять, что они умеют и чем полезны. А именно, они умеют тушить огненные препятствия и стрелять огнем издалека. Главное, не пускать их в ближний бой, иначе они достаточно быстро умрут. В общем, типичные бойцы дальнего боя. Находим их логово и относим к порталу. Мы покончили с Мелвином и вернули красных прихвостней. С этого момента начинается полноценная игра, и мы вольны делать все, что захотим. Постепенно происходит восстановление башни, а мы становимся все сильнее и сильнее. Прямо как третий рей... Стопи. К тому же у нас появились разные кресты, которые так или иначе будут двигать игру вперед. Например, при нашем следующем посещении лугов, крестьяне начнут предлагать нам своих женщин в качестве рабыни. Нам надо насобирать десятых таких служанок. Симс гуд. Однако у игры есть один большой минус, который меня достаточно подзаебал в свое время. Дело в том, что в игре есть много мест, в которые мы не можем попасть, пока в наших руках не появятся сей виды прихвостней. Допустим, вот тут мы находим плавильню, однако без помощи огненных ребят нам ее не получить. И вроде бы, ну да ладно, ничего такого. Но поверьте мне, вам будет не особо приятно проходить какой-либо из главных квестов и внезапно наткнуться на препятствия, которые могут убрать работяги, которых у вас нет. И за это вам придется прервать свое задание и попиздавать за 3-9 земель, дабы найти логово нужных ребят. Кстати, раз уж пошла такая пляска, то давайте я вам расскажу про плавильню, которую мы тут нашли. С ее помощью мы можем ковать себе броню и оружие, но все бы ничего, если бы не одно «но». Главным ресурсом на создание снаряжения являются наши с вами работяги. От того, сколько и кого мы бросим в котел, зависит свойство наших вещей, и чем мощнее шмотка, тем больше нужно отправлять в котел работяг, а порой эти цифры будут уходить далеко за тысячу. Качнув свой топор, я отправился в сторону замка Кутеж, где по слухам находится какая-то баба. Не то чтобы я был падок на женский медок, профессия ютубера дает о себе знать, но благородное сердечко зовет меня спасать принцесс. Тут мы натыкаемся на каких-то ассасинов, которые немного сильнее полуросликов, но все равно быстро опиздюливаются нашими ребятами. Зачищаем двор замка от этих конвейерных выпердышей Ubisoft и заходим внутрь. Тут мы наконец-то имеем возможность лицезреть эту самую госпожу, которую зовут Роза, в честь полового органа. Она рассказывает, что в городе под названием Небесная Обитель бедствует какая-то зараза, и что она хотела с крестьянами найти тут убежище. Но в какой-то момент сюда ворвались эти самые ассасины с помощью какого-то волшебного существа. Лихо вырезаем пол замка и находим какую-то одноглазую тварь, которая телепортирует сюда врагов. С легкостью убиваем ее и находим шмотки Розы. Теперь нужно отнести вещи этой кошмарной женщине, прежде чем она утопит нас в слезах. Роза, благодарный за то, что мы нашли ее вещи, теперь будет жить с нами, хотим мы этого или нет. А Оверлорд на это лишь охуел по-каблучному. С другой стороны, темного повелителя можно понять, ведь в жизни каждого ботяне наступает момент, когда он должен завести себе бабу. Я говорю не про девушку или женщину, а именно про бабу. Иначе как-то не солидно. Возвращаемся в башню и видим, что она уже приведена в порядок, а для Розы нашли отдельные апартаменты, которые мы, кстати, можем с ней делить. Оу, мей! Она их даже успела украсить розами, потому что ее имя Роза. Ну что ж, по крайней мере, я рад, что ее не зовут говно. Прежде чем я дальше буду рассказывать про этот замечательный игрок, я хотел перед вами немного извиниться. Дело в том, что я кое-где накосячил во время записи гейплея, и следующий кусочек видео будет немного в шокальном качестве. Но вы не расстраивайтесь, ибо это будет недолго, и вообще это такой стиль ретро-игражура. Роза попросила нас отправиться в небесную обитель и посмотреть, что там происходит. Оказывается, сам город на данный момент закрыт, и туда хер проберешься. А еще тут везде бушует какая-то Эбола, которая косит всех похлечек голодомора и палевого масла. Неподалеку находится лагерь беженцев, где мы узнаем, что местный паладин-губернатор Сэр Уильям приказал закрыть город, и еще и бедняжка отменил свою свадьбу. Он, кстати, тоже один из этих героев, и нам надо будет его пиздануть. Однако в лагере дела идут тоже не так уж и хорошо. Больные постепенно превращаются в тупых зомби, которым уже никак не помочь, кроме как надавать пиздюлин. И тут, кстати, мы снова натыкаемся на ту самую проблему в игре. На данный момент мне нужны синие работяги, которые неплохо так плавают в воде. Именно они должны мне помочь двигать тут всякие штуки, которые не смогут сдвинуть обычные работяги, потому что они не умеют плавать. И тут вы мне скажете, ну так иди, найди их. А я вам отвечу, что а чё их искать-то, они находятся на этой локации, чтобы открыть путь к синим работягам. Мне нужны зеленые, которые находятся вообще в другом месте. Воу, игра, пощади меня. Дай мне свежесть. Короче, я пока что забиваю болт на этих спидозников и иду прямиком в лес эльфов, который находится неподалеку от поселка Кутеж. Рядом со входом в лес мы находим недовольных крестьян, которые жалуются, что лес ебанулся и начал пускать корни в их поля и урожай. Батяня недоволен этим моментом и решает разобраться. Заходим в лес и узнаем от Гнарла, что раньше этот лесок был прям такой сасный, а сейчас нет. Находим двух эльфов, которые просят нас убить ебанутых единорогов, и тогда они расскажут нам, что же здесь случилось. Возвращаемся к Островухим и узнаем, что некогда глава эльфов Аберон был одним из героев. Но по возвращению с одного из походов этот эльф послал всех на три буквы и решил тупо отдохнуть. Причем отдохнул так, что буквально врос в дерево. А когда в их лес ворвались гномы с целью грабежа, Аберон даже не смог проснуться. Однако он смог придать форму своим худшим снам, и эти твари сами изгнали захватчиков. Вот такая историца. Вообще лень Аберона это такая сатира на шаблонную пассивность эльфов. Вот допустим надвигается какая-то огромная опасность на весь мир. А эльф такие, да на, вообще пофиг мы тут с деревьями сексом отдыхаемся. Ну не нам их судить. Теперь наша задача пиздануть Аберона, потому что, а почему бы и нет. Однако этого лентяя храняет какой-то щит, который мы должны ослабить, разрушая вот эти странные корневища. И тут мы снова натыкаемся на одну и ту же проблему. Постепенно ломая корни из-за одной ёбла ожившим кошмаром Аберона, мы натыкаемся на пещеру, в которой находится логово зелёных прихвостней. Эти зелёные ребята могут стелси, наносить лютые криты в жопу, а также уничтожать пердёжные препятствия. Добыв логово этих бетардов, мы по идее должны идти и дальше ломать корни, но вот хуй вам. Теперь наша задача вернуться в небесную обитель, с помощью зелёных работяг открыть путь в водную пещеру и там добыть логово синих прихвостней, а потом уже обратно вернуться в лес и добраться до локации, до которых не могли добраться без синих ребят. Но как так можно, разработчики? А что ж вы за люди такие? Кстати, давайте поговорим немного про синих ребят. Синие вообще бесполезны в бою, но зато они могут воскрешать других прихвостней, которые словили шальную пулю. Этакие саппорты в данной игре. Неплохо. В поисках последних корней мы находим храм эльфа, где натыкаемся на какую-то плотоватую пизду по имени Юлия. По секрету скажу вам, что она тоже из этих самых героев, но с ней мы разберёмся в другой раз. Эта смуглая залупа пришла сюда с целью воровства статуи богини эльфов, но эта статуя оказывается уже скомуниздили гномы. По этой причине цыганка бугуртит, но тут приходит какой-то здоровенный залупыш, который тоже является одним из героев, а также ёбарем этой смуглой елды. Да и вообще, лучше сами послушайте этот тарантиновский диалог. Кажется, я тебя слишком слабо ударила. Юлия, не надо хмуриться, ты моя вороватая вишенка. Хватит болтать. Консердица. Что ты наделал? Пошли скорее, болван-переросток. Да уж, вот это экспрессия. Диалоги, уровни пьесы, трое в лодке по кругу собаку. Ломаем с пацанами последний корень и возвращаемся к Аберону с целью боссфайта. Однажды я покинул свой народ, свой лес и зато был наказан. Более этого не повторится. Драк с ним, конечно, не уступает по эпичности битвы между ранним СССР и желанием кушать, но тем не менее мы ломаем эльфу его сонное хрючело. Поздравляю! Теперь на нашем счету уже два ебалая. На месте, где раньше дремал эльф, появляется пароход, который ведет прямиком в королевство гномов. Гномы-повелитель, это злобные бороды с ногами, злобные промоченные пивом бороды с ногами. А также нам рассказывают, что гномов нужно байтить на взрывчатку, ибо они к ней испытывают нездоровый интерес. Прямо как... к детям. В данной локации мы пока что грабим бородатых карликов и стравливаем их зелеными слезняками. Весело, что пиздец, короче. Также мы тут встречаем плененных эльфов, которых местный начальник гномов Голда заставил бурить шахты. Ну, им не привыкать. К слову, гном Голда тоже является одним из героев. Только в какой-то момент этот дебик совсем тронулся башкой от жадности и начал люто грабить всех вокруг с целью увеличения капитала. Чуть позже мы встречаем эльфа, который говорит, что в золотой шахте находятся его братаны, и их желательно спасти. Мы, конечно, не против этого, особенно учитывая то, что в данной шахте должно быть золото. Однако нам нужно справиться с этой каменной ебобориной, которая охраняет вход. С горем пополам парой заклинаний, сломанной сракой, мы одолеваем этого титана одиночества. В шахте мы становимся свидетелями того, как огромный слезняк пожирает вагонетку золотом. Мы убиваем уебка и забираемся говно золотого тельца. Тут же появляются эльфы, которые говорят, что в шахтах есть еще золото, стоит лишь спуститься глубже и заодно спасти их друганов. Весь геймплей в этих шахтах заключается в том, что мы пиздим гномов, подбираем золото, пиздим слезняков, помогаем эльфов и слушаем рассуждения Гнарла на тему жадности гнома Голда. Все любят золото, но вот король Голда, сдается, мне им просто одержим. Хм, поблизости и магазинов-то приличных нет. Зачем ему такое богатство? Ливаем из шахты и продолжаем дальше исследовать владение гномов. Находим локацию, где гномики заныкали статуи богини-матери эльфов и сейчас воздвигают вокруг нее храм. Вот это я понимаю. Обворовали всех вокруг и пошли строить храмы. Прям как в жизни. Гнарл подмечает данный моментик и говорит нам, хозяина, давайте заныкай статуи наших пиздюков и позволим смуглянке украсть ее. Так мы сможем выйти на ее укрытие. Ставь лайк, если твой батя тоже разговаривает на таком же языке, когда она жрется. Во время этого квеста мы, кстати, узнаем о забавной ситуации, которая возникла между гномами и эльфами. Вкратце, гномы вдруг решили, что на самом деле богиня-мать не эльф, а гном. И поэтому она по праву принадлежит им. Особенно мне тут нравится негодование эльфов. Они могут бить нас, превратить в рабов, но мы никогда не признаем, что мать-богиня гном. В итоге мы доходим до еще одного каменного титана-одиночества, которое активно мешает аноклазикам добраться до статуи с целью хищения. Мы стравливаем на него чудовище и в конце концов отправляем каменюку на перманентную пенсию. Теперь пришло время запихнуть пару прихвостней внутрь статуи. Тем более, как оказалось, она полая внутри. Статуи успешно воруют и нам теперь лишь остается ждать и заниматься своими делами. Покидаем эту стройку и, ну, тут вы уже будете смеяться, хотя вот мне, если честно, вообще не было смешно. Я даже вот сейчас к микрофону приблизился, когда записывал голос. Мы узнаем от эльфа, что Голда на некоторое время ливнул и отправился в небесную обитель, чтобы вернуть себе свадебные подарки, которые он отправил на свадьбу Паладину Уильяму. Поэтому ворота закрыты и мы пока сюда пробраться не можем. Так что теперь нам надо топать обратно в небесную обитель. Господи, за что? Мы возвращаемся в лагерь спидозников и с помощью водных прихвостней открываем себе путь в канализацию города. Из-за огромного количества воды в данном месте под нашим контролем будут лишь синие прихвостни. По этой причине большинство случаев нам придется бить супостатов сугубо вручную. Если вы не прокачали себе хотя бы какое-нибудь оружие и не нашли пару годных заклинаний, то вам будет сложновато. Также тут мы находим людей, которые сбежали из зараженного города, ибо, по их словам, дела там идут нехорошо. А сэр Уильям без конца веселится и гуляет с братьями из Красной Зари. Он и крысиные какашки за нашей жизнью не даст, потому мы уходим. Надо же, прямо как жи... Остановитесь! В итоге мы успешно проходим канализацию и оказываемся в небесной обители. Само собой находятся персоны, которые не хотят нас тут видеть, но в целом жители настроены к нам никак. Они настолько уже устали от всех этих событий, что им просто уже охота немножечко сдохнуть. Прямо как жизни! Тем не менее, жители нам рассказывают, что после своего последнего похода сэр Уильям принес с собой какой-то спид, который начал убивать жителей. Дела стали настолько плохими, что он даже отменил свою свадьбу и заперся в своем замке. Идем в зараженную часть города и вырезаем всех, кого увидим. Труп за трупом мы наконец-то добираемся до таверны, где беззаботно бухают выжившие. Тут мы замечаем какого-то красного телепузика, за которым нам надо бы проследить. Но для начала я раздраконю пол таверны в поисках голды и шмоток для своих найденышей. Но жителей я трогать не буду, а то отвлекать мужика от бутылки дело грешное. Так говорил сам Конфуций, а я, знаете ли, евреи и своей культуре разбираюсь. В поисках того индивида я нарвался на какой-то красный культ, в котором, судя по всему, главная цель людей предаваться странным утехам. Я даже не хочу знать, чем они там занимаются. Хотя кого я обманываю? Нет, я хочу, чтобы фулл был на моем столе до вечера. В какой-то момент им не понравилось то, что я хожу туда-сюда, и они суициднулись об наших работяг. Поубивая всех, мы натыкаемся на королеву суккубов и понимаем, что сэр Уильям икона непорочности согрешился этой индивидуалкой. Не нам судить, как говорится, но бабищу убить все равно придется. И это не из ненависти к женщинам. Я вообще считаю, что женщина лучше нас, и мужчина должен жить в канаве и питаться сугубо продукцией красная цена. Убив суккуба, мы узнаем от Розы интересные вещи. Господи, девушка Елена, на которой собирался жениться сэр Уильям, она моя сестра. Мы с ней не разговариваем. А если разговариваем, то только когда она вляпается в историю. Судя по всему, в этот раз она вляпалась по самые уши. Ну что ж, надо будет поискать эту Елену. Разобравшись с делами в таверне, мы идем прямиком в замок сэра Уильяма, и понимаем, что он как раз и является тем самым человеком в красном. Теперь наша задача весьма проста, а именно поубивать как можно больше людей, и заодно сэра Садомита на кукан посудить. Ха! Поверить не могу, что я так долго оставался благочестивым и непорочным. Сколько лет прошло впустую! В конце концов, мы окончательно настигаем белобрысика и стукаем его по жопке. Оу, блин! Минус еще один герой кверху дырой. После битвы с этим индивидуумом мы так и находим Елену, и перед нами встает тяжелый выбор. Приветствую тебя, незнакомец. Молва не передает всей твоей красоты. О, она горячая штучка, повелитель. Дау! О, Гнарл, ступай в угол. Мне придется сходить и все улавить. Повелитель, увы, в башне может быть только одна, госпожа. Впредь дари что-нибудь блестящее и дорогое. Бстящее и дорогое. Дорогое. Все с вами, understandable, пиздюки, вертите барабан, мы отсюда валим. Теперь, когда паладин постукан, а Елена послана, мы возвращаемся в царство гномов. Голду вернулся к себе домой, а значит мы можем наконец-то ворваться к нему в пивоварню, спиздить новую плавильню, сделать себе новые шмотки, спиздить их самогонный аппарат, который сделает наших работяг вечно бухими и сильными, и наконец отобраться до самого Голда. Гном, как истинный колхозник, ведет бой в своем личном тракторе, а поскольку я криворукий мудак, мои прихвости не погибают, я вынужден добивать его своими голыми руками. Стукаем по нему несколько раз членом, но результат стоит того. Наносим финальный удар и вуаля, минус еще один герой. Правда, теперь перед нами стоит весьма сложный выбор. Сокровище Голда! Повелитель, этому золоту нужен новый дом. Без эльфилек народ эльфов скоро исчезнет с лица земли. Эльфов больше не будет. Ах, радость-то какая! И тут, конечно, многие скажут, бери золото, но, ребят, у вас нет видения будущего. А я абсолютно уверен, что без баб эльфы покроются прыщами, станут ТННчиками и будут все оставшуюся жизнь дрочить на гей-фури-порно. А мне такое нахуй не надо, знаете ли, в моих землях, даже за баксы. Так что спасаем эльфийских самок и валим отсюда. Теперь, когда мы вырезали почти всех героев, дело остается за малым. Возвращаемся в башню и узнаем, что работяги и статуи таки смогли добраться в логово той смуглой пизды и найти портал, через который мы сможем туда добраться. Оказываемся в каких-то пустынях, и теперь нам надо лишь найти эту самую Юлию. Опасностей в этих местах чуть более чем много. Тут нас ожидают и пустынные черви, и жуки-террористы, и пустынные ассасины. С горем пополам скарливаем червям жуков, а ассасинам пиздюли и таки обнаруживаем Юлию. Что может быть приятнее, чем спереть всем нужную вещицу? Хотя бы и уродливую. Действовать в интересах людей наша работа. Единая Россия. Теперь наша задача поймать эту плутовку, и пользуемся мы примерно таким же способом, каким мы ловили обезьянку в братьях-пилотах. Спустя пару догонялок цыганка наконец-то поймана. Что? А-а-а! Из рассказа этой бабищи мы узнаем о каком-то колдуне, который всех героев надоумил на всякие нехорошие дела. И только мы уже хотели было пойти искать колдуна, когда нас нападает вагинальный ублажатель цыганки по имени Кан. Теперь нам надо освободить кутёж от его воинов, а это, знаете ли, то ещё занятие. И затем нам надо мчаться в небесную обитель, где нас ожидает бой с Каном. Драк делится на несколько фаз и в разных локациях, и происходит это так. Стукаем его и стараемся не попадаться под его удар. Тот психует и валит другую локацию. Там мы его снова стукаем, он снова бесится и снова валит другую локацию. Тут-то мы его и добиваем. Минус ещё один герой. Хе-хей. Мы возвращаемся в башню, и нас ожидает Твист. Короче, оказывается, что настоящий повелитель тьмы всё ещё жив, и он селился в колдуна, и именно он смог совратить всех героев, заставив неплохо так решить. Мало того, оказывается, Роза и Елена являются дочками колдуна. Не тёмного повелителя, а колдуна. Это важно. Мало того, оказывается, раньше мы были членами этой самой лиги героев, однако во время атаки на башню тёмного повелителя мы куда-то там пизданулись и впали в ком, а герои на нас забили болт и продолжили грабить башню. Агнарл воспользовался этим и, внушив нам, что мы злодей, отправил нас убивать этих самых ебанувшихся героев. Фуууу, вот это, я понимаю, гениальная многоходовочка. Дзинч лично такой хлоп-хлоп-хлоп за такой финтушами. После всего этого одержимый колдун лишает нас силы и собирается анально унизить. Однако наша верная жена Роза говорит МИНУТА ЧУ и мешает его планам, кидая в сердце башни булыжник. Колдун весьма недовольный таким раскладом натравливает на нас наших жеребят и валит зализывать раны. Теперь, как бы это ни было забавно, но наша задача заключается в том, чтобы вернуть все жилища работяг на место, собрать нашу маленькую армию и отправиться бить колдуна. Во время всего этого мы также болтаем с Гнарлом и узнаём, что он даже не против, если в этой схватке победим мы. Если вы его убьёте, я приму вас обратно, то есть буду служить. Возвращаем в жилище прихвостней, порой убиваем прихвостней предателей и добираемся до колдуна. Добро всегда хочет прославиться. Оно так предсказуемо. И ты тоже. Драк с ним достаточно проста, главное вовремя натравливать правильных прихвостней. Ты ей нравишься, Вильям? Можешь даже сбежать с ней? Я не против. У Юлии было всё, но её шаловливые ручонки всегда тянулись к чужому. Отдыхай, Поберон. Герой заслужил свой отдых. Вольно видеть, как уводит твою любовь в Канн. Если смысла жить нет, остаётся лишь сойти с ума. Колдун, забирай всё золото, сколько пожирать. Никто не отгибает. Герой. Получи по шее, Мелвин. И ещё Герой дня. В итоге мы всё-таки нагибаем пердуна и ставим точку во всей этой истории. После его убийства игра заканчивается и нам даёт увидеть наши заслуженные концовки. Злой повелитель победил другого злого повелителя. Наступило заключение. Его царство росло. Земля носила отпечаток его власти. Зло стало неотъемлемой частью жизни. Его прихвости плодились и размножались. Он, его возлюбленная и их чертенята жили долго и счастливо. Ииии, это был Оверлорд, мои дорогие друзья. По итогу можно сказать, что игра действительно хороша, но в ней есть минусы, которые могут многих оттолкнуть. А именно ненужная беготня туда-сюда в те моменты, когда ну совсем это не нужно. Также боёвка никакая, ибо когда стравливаешь работяк, это весело, да. Но когда бьёшь сам, ты совсем не чувствуешь удара и с таким же успехом мог бить тебя ладошка по сраке. Но несмотря на всё, эта игра просто замечательна. Тут есть отменный юмор и сочная графика и детализированный мир с множеством деталей. Да и в конце концов, тут можно просто взять и поубивать нахуй всех. Никто тебе это не запретит. Также у игры есть дополнение, и если мне не будет лень, я про него расскажу. Ну, либо как обычно, забью болты, поеду щекотать себя за сракотан. Если вам понравился данный видеоролик, то значит я красавчик, умничка, успешный человек, и мои наклассники были неправы, когда говорили, что моя судьба сдохнет в канаве с палкой. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok